Выгоняют россиян отовсюду, не хотят пускать. В частности, да, вот только что СЕМ Литвы запретил россиянам приобретать недвижимость в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования. Еще одна интересная новость. Португалия закрывает программу владельцев золотых виз. Они, вот эти визы, будут в обязательном порядке конвертированы в обычный вид на жительство. Было достаточно инвестору вложить полмиллиона долларов и вот с этой визой всего неделю в году пребывать и пользоваться всеми благами португальской свободы. Но при том, что из России, кстати, Португалия получила около 300 миллионов долларов подобных инвестиций. Теперь все это сворачивается, аннулируется, ну, в общем, как все будем. Ну и ладушки, мне кажется, очень хорошо. Во-первых, пусть эти деньги, у кого они есть, здесь остаются, это раз. А во-вторых, ну что, вот конец мифу о замечательном Западе, где никого не волнует твои политические убеждения, лишь бы ты платил деньги, потому что принцип неприкосновенности частной собственности, он управляет всем. Вот и все. И вот от него ничего не осталось. Вы так верили в это, а оказывается, что все это было вранье. Ну и все и хорошо, так сказать. Всегда хорошо, когда, знаете, что называется, вскрываются какие-то истинные причины происходящего. Когда, так сказать, всрывается там какое-то покрывало с этого, флер такой, знаете. Вот они теперь исключительно по политическим причинам вот эти все, значит, вещи сворачивают. Ну и ладно. Что касается Литвы и Португалии, ну а это враждебные нам страны. Зачем туда вкладывать деньги? Не надо. Вот. И хорошо даже, что они это делают сами. Тут вот так вот. Не было бы счастья, что называется, да несчастье помогло. Вот. Но вообще я, честно говоря, не уверен, что там прямо сейчас продолжается прям такой поток желающих там что-то там такое приобрести. Вот. Потому что это действительно становится очень рискованным. Вот. Но для тех, кто уже там приобрел, находится там, не знаю, как там они дальше будут обходиться. Вот. Ну и, честно говоря, меня это вообще не волнует. Вот. Вообще абсолютное большинство жителей России, все эти штуки, там какие-то золотые визы, какие-то недвижимости в заграницах вообще не касаются и никогда не касались. Вот. Вот. Абсолютное подавляющее большинство людей. Вот. Никогда никто и денег таких не имел, а если имел, то и не думал там что-то там покупать и куда-то там ехать. Вот. Это вообще касается абсолютного меньшинства населения нашей страны. Поэтому кто там стонет по этому поводу или кому там что-то не так, ну, я не знаю, как бы, да. Я таких вообще даже вот и не знаю, так что вот вокруг меня там были. Ну, а как же демократические ценности? Попрание прав на частную собственность? Это меня не касается. Это же не наше дело. Это же они говорили, что это у них там демократические ценности. А они говорили, у нас нет демократических ценностей здесь. И я согласен, нету и не надо. Вот. И там, а там они говорили, а там есть. Вот оказывается, что и там нету. Ну, может, их вообще нигде нету? Может, они вообще не существуют? Никогда их не существовало? Может, они придуманы? Поэтому хорошо это называется, говорю, это такой вот момент прозрения, момент истины, когда оказывается, что вот так вот у нас многие говорили, там, все наши бизнесмены, ну, здесь мы не можем вкладывать, здесь есть политическое давление, мы боимся, у нас там что-нибудь отберут, а теперь вдруг там начинают отбирать. Ну, и ладно. В Конституции Соединенных Штатов, которая по всему миру продвигает демократические ценности, в Конституции нет ни слова ни про демократию, ни про эти ценности. То есть, действительно, выдуманная история от начала до конца. Это все вообще такая рекламная кампания для лохов, да, потому что, если так посмотреть, вот на реальные практики существования и даже на документы многих государств, то вы увидите, что там вообще про это ничего не пишут, то есть, по большому счету, все определяется целесообразностью, а все остальное – это пиар-компания. Просто пиар, который, как бы, да, по всему миру, как бы, да, это самое, расшарили. Как вот, условно говоря, буклеты, рекламные буклеты турфирмы. Вот. Вас просто заманивают туда, чтобы деньги оставили, да, например. Или еще с какими-то целями другими, меркантильными, не имеющими отношения там ни к принципам, ни к идеалам, ни к вашим даже интересам, а имеющие отношения к интересам тех, кто вот эти рекламные буклеты разбрасывает. Вот. И вас заманивают в эти дела, как бы, да, вы верите. Ну и хорошо, пока вы верите. Что называется, лох пошел на нерест. Вот. Ну и все нормально. Вот вас поймали там, да, как-то обработали. А дальше вы не сильно нужны. Я говорю, я думаю, что для многих вот является откровением, например, что, скажем, в таких странах, как Великобритания, нет конституции. В Израиле вот нет конституции. Вот. Просто нет и все. Нету, не нужна она им, да. И разделение властей не всегда существует. И еще там многие такие вещи. Просто, ну, оно ж не досуг, а не досуг внедряться в эти дела. Гораздо приятнее, значит, хавать всякие рекламные картинки. Вот так вот. Да, реклама туристической сферы была достаточно агрессивна. Если вспомнить, в конце 90-х, когда нашу страну насильственно приучали к демократическим ценностям, была популярна история с таймшером. То есть выкупаешь там в отеле на определенную там неделю или две, вот, пожизненно вот в эту неделю или две, это как бы твой номер в отеле. Ну, по факту было, что не совсем все так хорошо. Но говорили, вот у вас будет частичка западной недвижимости в вашем владении, покупайте скорее-скорее. Да, чистое разводилово. Сколько людей. Вообще, чистое разводилово. Я так понимаю, что огромное количество денег они с этого сняли. Многие там побежали. О, вот так вот сейчас будет. А на самом деле просто это вообще ни о чем. Я не знаю, я даже не вникал в это дело. Но мне кажется, что я просто помню, слышал, что говорили, вот вы можете купить с кем-то еще на паях там часть какого-то там дома. Я думаю, что за это? Что за бредятина? Я тогда еще когда, да даже мне это как-то было невдомек. Что значит, это что такое? Что за общага что ли какая-то? Или что? Ну, то есть как это вообще возможно? Мне кажется, что в итоге это все было абсолютно вот такая для дураков постсоветских, чисто под нас заточенный такие разводняк. Ну, про демократические ценности продолжим разговор. Вот западные телеканалы сейчас ведут прямую трансляцию из отеля, где поселился Трамп. Это его отель. И сегодня, напомню, будет он, значит, перед судом предстанет. Вот начинается большое, продолжается большое политическое шоу с возможным арестом бывшего президента Соединенных Штатов. И, как заявил сам Трамп, сегодня ему предъявят обвинение по 33 пунктам, при том, что прокурор переквалифицировал некоторые статьи обвинения из, ну, условно говоря, проступка действительно в уголовку. То есть могут засадить, я думаю, что это будет прецедент создан. Но так или иначе, вот, по крайней мере, мэр Нью-Йорка, где будет проходить суд, призывает сторонников Трампа, туда съехалось много сторонников Трампа, значит, держать себя в руках, не повторять историю со штормом Капитолия. Но чем интересна вся эта история? То, что действительно это будет первый такой случай, когда засудят экс-президента, либо это такой черный навет на одного из, наверное, лидеров будущей президентской гонки в Соединенных Штатах. Тем самым команда Байдена устраняет конкурента. Да нет, все очень просто, да. Тут и то, и другое, и пятое-десятое. Все очень просто. Байден, у которого уже ноги не ходят, реально, и он действительно уже не в себе, да, он совершенно не способен конкурировать с Трампом. Вот когда Трамп, между прочим, проиграл, ему все говорят, ну все, Трамп это ни о чем, вот Байден там трататат, ну посмотрите, Байден дряхлеет на глазах, а Трамп для своих лет огурец. И у него огромное количество сторонников. Вот сейчас, давайте так вот, вот сейчас, вот завтра устроите выборы, Трамп или Байден, Трамп победит. И они это понимают. Они это понимают, они решили его тупо посадить и все. Вот говорят, что ему там может грозить до четырех лет лишения свободы, можно даже больше, вот неизвестно. Да, они решили его просто посадить. Вот вам и вся, как бы, демократия. Вот вам и все разговоры про это самое, про то, как плохо в авторитарных странах и как хорошо в замечательной Америке, где каждый может сделать свою биографию с нуля, как бы, где все такие селф-мейд-мены там и вообще все. Хотя на самом деле никаких там биографий с нуля вообще нету. Если вы посмотрите, например, биографии американских президентов, вы там не найдете никого, кто не был бы наинтегрирован, как бы, вот в эту самую элиту и не играл бы по ее правилам, да. Там вообще случайных людей нету ни одного, ни одного абсолютно, да. В этом смысле с нуля, как бы, да, сделали свою биографию люди, например, скажем, действительно в какой-то из периодов советского, так сказать, советского, так сказать, прошлого, да. И с нуля сделали свою биографию, например, люди, которые на вот на сломе эпох, вот, да, особенно в бывших советских республиках, там, когда вообще можно было просто, так сказать, из грязи в князи выскочить там, вот. Это действительно, ну, это история слома эпох. Вот на сломе эпох системы, как бы, да, такое происходит. А что касается Штатов, как бы, или Европы, там вообще нет никаких случайных людей. Все эти разговоры про то, что вот, мол, жил себе, жил такой, так сказать, парнишка там раз и вот так вот, раз, он работал, работал, работал и бац, стал президентом. Все это такая, все это разводило для лохов. Почитайте, как бы, любую биографию, вот, кто они, эти президенты американские, откуда они, так сказать, да, как это все, по каким правилам они играли, что там, как они вообще до этого докарабкались там и так далее. Вот теперь они понимают, что вот Трамп им просто угрожает, угрожает их вот этому впадающему в маразм, как бы, да, их замечательному, значит, президенту Байдену. Он просто реально впадает в маразм, да, вот, и Трамп у него выиграет, если что. И они решили его посадить. Вот это все, что вам надо знать про американскую демократию. Вот, собственно, и все дела. Что касается прецедента, я не думаю, что они хотят создать прецедент, потому что создание прецедента, это такая вещь тоже, палка в двух концах. Сегодня Трампа посадили, а завтра еще кого-нибудь скажут, а что, Трампа-то посадили, можно там, а время-то идет, все меняется. Но вот им сейчас надо решить задачу. Вообще, мне кажется, американская система, она немножко идет в разнос, да, вот надо решить задачу сейчас, независимо ни от каких дальнейших последствий. Вот с Трампом эта история началась, и она продолжается. Да, они запускают вот внутри страны такие саморазрушительные для их же вот этой иллюзии, для их же системы как бы вещи. Вот сейчас они возьмут и посадят Трампа. Хорошо, вы создали прецедента, завтра посадят другого. Вот, скажут, если этого можно было посадить, давайте этого посадим. А почему нет? Вот такие дела. И они, вот их расслабила как раз вот ситуация, когда они не, когда распался Советский Союз, они не видят больше серьезных врагов, способных реально угрожать США. Поэтому, как им кажется, можно внутри Америки творить что угодно. Но на самом деле это в итоге к ним вернется. Бумерангом, да. И я лично призываю всех сторонников Трампа разнести в щепки Нью-Йорк. Не то, что там проявлять сдержанность. Наоборот, как бы все на, так сказать, революцию, настоящую революцию, так сказать, за свободу, за настоящую свободу, за права человека, так сказать, да, за демократию, в конце концов. Спасибо американскую демократию, е-мое. Да надо как можно больше выйти на улицы и потом сказать, как это было в Киеве. Вот смотрите, сколько народу вышло. Показать прямо там. Вот это же и есть американский народ. Вот он требует, поэтому вы должны. Ну, понятно, что, как бы, так сказать, цветные революции невозможны, как это была шутка, в США, потому что там нет американского посольства. Но, вы знаете, я думаю, что американцы, еще раз говорю, они вот на глазах начинают сами себя шатать. Шатать, шатать, как бы вот если сейчас посадят Трампа, без последствий это не пройдет. Да, там, наверное, не будет революции, но еще большая поляризация американского общества и вообще, это самое, еще большая рост популярности Трампа. А он ведь может и выйти из тюрьмы. Вот, или на его, как бы, да, или светлый образ его, что называется, да, пастор Шлак или светлый образ его. Вот, они тоже сработают против нынешней власти. Это точно. Вот, поэтому, тем более, что никогда этого не было. Ни один президент американский не был судим там, да, и не осужден там, да, и не был посажен. Вот, хотя там косячили они по полной программе, в том числе и внутри США. Поэтому я думаю, что они делают хуже себе, но вот они не видят другого выхода. А что делать-то? Что делать-то? Кто? Байден? Не про что. Камала Харрис? Еще более. Это вообще пустое место. Ну, просто пустое место. Как бы, вырождение, на самом деле, американской элиты привело к тому, что Трамп со всеми его закидонами оказался самым, так сказать, таким этим крутым мэном. Адекватным. Да, ну, наверное, будет еще проверка непредвзятости американского правосудия, которой они так гордятся. Посмотрим, что судья скажет по поводу политической подоплеки. CNN провел опрос, и более половины американцев, большинство, считают, что обвинение против Дональда Трампа имеет политическую подоплеку. И что две трети говорят, что политика играет, ну, некоторую роль. Ну, все связывают вот эти обвинения с будущей президентской гонкой. Да, сейчас еще добавлю, как бы, да, тут такая штука, что демократы уже, они сами себя, кстати, загоняют в тупик. А вот что с ним сейчас делать? Вот сейчас его, если не посадишь, да, если его не посадишь, да, то вот этот процесс, он прибавит им популярности. Сто процентов, да. То есть его надо или осудить как-то, ну, то есть ему надо предъявить обвинение и осудить его, да, так, чтобы он потерял право участвовать в выборах. Вот. Но получается, что они уже, как бы, в безвыходной ситуации демократы находятся. Им обязательно надо это сделать. Потому что если они этого не сделают, это будет победа Трампа, вот, сейчас. И это даст ему дополнительные очки на выборах. И внутри партии республиканской, и вне ее. Это совершенно точно. Вот. А что они сейчас хотят сделать, да, они хотят его устранить. Кстати говоря, я не уверен, что это будет, да, может, этого не будет, но все идет тому. Почему? Потому что для демократов он враг, это понятно, но он враг и для части республиканской партии, которая толкает Десантиса, да, который более системный, более предсказуемый, так сказать. Которого ниже рейтинга. Менее эпатажный, но у него ниже рейтинг. Что надо сделать для вот, для тех, для той части республиканской партии, которая там топит за Десантиса. Надо посадить Трампа. Тут проблема Трампа еще и в том, что и части эстеблишмента, вот этого, так сказать, да, часть правящего класса из республиканской партии, из его собственной партии, она тоже хочет, чтобы его посадили. Потому что если его посадят, то Десантис просто автоматом получит значительную часть его очков, да, его, так сказать, это, а при этом сам, да, он менее популярен-то, да, И при этом он может все равно пользоваться. Даже Трамп, если его не поддержат, он все равно будет по факту пользоваться. Потому что ясно, что многие трамписты вынуждены будут пройти и проголосовать за этого самого. Поэтому против Трампа не только демократы, но и значительная часть правящей верхушки республиканской партии. И из этого я делаю вывод, что с большой вероятностью они что-нибудь такое сейчас придумают, что не даст ему возможности участвовать. Может, на него и не посадят за решетку. Может, на него не наденут наручники. Не знаю. А могут и надеть, кстати. Но они сделают что-нибудь, что не даст ему участвовать в выборах. Потому что тогда от этого выигрывает сразу большое количество групп влияния. А Десантис, он такой, конечно, более предсказуемый. Он хоть и там тоже вроде как да-да, да-да, качает эту повестку, но они его не боятся явно. И в этом смысле демократам он выгоднее. Потому что у условного Байдена повышаются шансы на победу. И части республиканцев он выгоднее. То есть правящий класс американский. Если посмотреть в процентах, я думаю, что больше половины заинтересованы в том, чтобы Трампа не допустить к выборам. Из чего я делаю вывод, что они сейчас что-нибудь да предпримут. Потому что если он просто выйдет сухим из воды, ну это будет триумф такой, да. И очень серьезная заявка на предстоящие выборы. Потому что Десантис сразу тонет. Ну как бы он уходит в тень. А Байден выглядит просто идиотом. Вот и все.